3 июля 2024 год. Сыночек, с днём рождения. Я только что тебя поздравлял под телефоном, но забыл как-то сказать. Ты представляешь, четверть твоей жизни я нахожусь на войне, а то теперь здесь уже третий год. Надеюсь, покончим мы с этими расистскими оккупантами уже в этом следующем максимум году. И следующий-то день рождения уже в третьем месте. Что я хотел сказать по поводу комментариев россиян, которые пишут. Они пишут, что Украина нафиг нам не сдалась, мы защищаемся и так далее. Нет, ребята, я нахожусь в Запорожской области. И вы объявили эту Запорожскую область своей. Хотя вот здесь, возле Орехова, вы даже не были, вы не дошли сюда своими войсками, не говоря уж про сам город Запорожье. Но вы говорите, что это ваше, вы занесли это в Конституцию. Херсон, из которого вас выбили ко всем чертям, вы говорите, что это ваше. Не надо рассказывать, что вам оно не надо. Не мы к вам пришли, правда? Вы пришли сюда и убиваете, сами погибаете. Ну и мы вас мочим. Там пишут, что про Донецк, что там оставьте Донбасс в покое. Посмотрите. Я не называю никогда ни своей номер части, ни бригаду, которая... Слушай, обычная механизированная бригада. Ни воинские специальности не называю. Оно вам не надо, да? Ну, расистом я имею в виду. После войны, скажу, как я в 14-м году сказал, что я был в 92-й бригаде. Сейчас я в такой же примерно механизированной бригаде, но не 92-й. Меня мобилизовали в Альвоне. Нашу бригаду вообще мобилизовали в Альвоне. Я из Харькова просто увез в Северную Салтокию свою семью из-под обстрелов. Вот когда мой сын, который тогда вообще там был, Малэча, и он спрашивал, когда бомбили нашу Северную Салтоку, папа, зачем все это? А я сказал, Путин решил нам все исправить. И мой сын сказал, что ты похож на фиксика, не делай тебя фиксиком. Это было великолепно. Это сильно подняло мне настроение. Я понял, что, по крайней мере, психически, там, психика у моего сына теми бомбежками еще не сильно повреждена, если он так шутит. Так вот, то есть, мобилизовали, я вывез семью во Львов, и мобилизовали меня там. Я пошел в военкомат там. Так вот, у нас, наша бригада, она львовская, там, да, во Львове сформирована. У нас отделение. Представляете, что такое отделение? Это там до 10 человек, там, по штатке, там, меняется разное количество. У меня командир мой, ну, сержант имеется в виду, командир отделения из Донецка. Он родился в Донецке, жил, работал шахтером в Угледаре. Сейчас, Угледар, это там, сколько, 40 километров от Донецка. Где сейчас вот хоронят там россиян в огромных количествах. Сейчас по ранению там лечится. И вот, ранили. Там же, где меня конкузило по работе, в этом году, да? То есть, у меня, который сменил меня на дежурстве, хлопец, он из Курахова. Курахова, это 30 километров от Донецка. И еще один человек самого отделения, напарник, он с Папасной. Это Луганская область. Вы думаете, они отдадут свой Донбасс, там, или что? Кто вы такие вообще, отдавать вам Донбасс? Мы выбьем отовсюду. Начнем, я не знаю, с Крыма или с Донбасса. Ну, вас не будет ни на Донбассе, ни в Крыму. Я вам это гарантирую. Я не знаю, даже у ли персонально я до этого, или там грохнув, в конце концов. Но, в любом случае, блин, здесь будет Украина. Понимаете? И как вот это в 1737 году, во время войны, писал этот английский журналист, войска возвращаются назад в Украину, в Бахмут. И как 300 лет назад это писалось, так и сейчас это Бахмут и, блин, Украина. Понятно? Дождемся мы F-16. Как бы там плохо не было, придет Байден на президентский поезд, не Байден. Придет там Трамп, не за Трамп. Мы все равно будем воевать. Все равно достаточное количество людей, которые не готовы примириться с тем, что здесь будут расшисты. Понятно? Достаточно уже этого было. Мы до 14-го года считали вас, многие, очень многие, братьями своими, старшими. Я там 50-летний старый пердун, блин, нафиг, говорил о том, что нафига нам армия украинская. У нас русские братья на Запад, мы сами зачем-то... Мы отменили призыв в армию в 13-м году. Я 200 раз это говорил. У нас был внеблоковый статус государства, блин, в Конституции закреплен. Правда, да? Это сильно помогло. Мы отдали вам ядерное оружие в 94-м году. Ну, что? И что еще надо было сделать? И что? И вы взяли, блин, нафиг, сначала оттяпали Крым, а потом, блин, нафиг, на Донбасс сейчас масштабная война. Нет, ребята, никаких перемирий, никаких... Мы будем просто вас кромсать, и благо нам сейчас тут и атакамсы, и хаймерсы. А вы на костылях людей... Вот мой сейчас командир отделения, он лечится, да? Вот по ранению лечится. Его никто не посылает в бой, блин, нафиг, раненого. Как ваших этих утырков на костылях. Которые видео снимают. Че это, блин, нафиг, мы ранены, а нас в бой, блин. Стоят загипсованные. Ну, блин, нафиг. Вам кранты, блин. Я надеюсь, что в следующий день рождения моего сына я встречу уже дома у себя. Понятно? Все буду, Украина. Утырки, расистки.